Отзыв. У меня есть сон о внезапном разрушении Российской Федерации, Соединенными Штатами Америки. Очень важное послание россиянам и их президенту Владимиру Путину. Бог говорит в Иеве 33, стихи 14-18. Бог говорит, однако, иногда одним способом, иногда другим, и человек не обращает на это внимания. Он говорит сновидениями, ночными видениями, когда мужчинам дают глубокий сон, когда они спят на подгузнике. Тогда он дает им предостережение и ставит печать на свои указания, чтобы отвлечь человека от зла и сохранить его от гордыни, чтобы гарантировать душу его изъямы и жизнь его от ударов меча. Видите ли вы, как Бог говорит во всех отношениях? Но человек никогда не обращает на это внимания, именно по фактам мы начинаем сожалеть, потому что проигнорировали Божьи предостережения. Иев говорит в Иеве 34, стих 32. Покажите мне то, чего я не вижу, если я совершил несправедливость, я больше не буду совершать. Сегодня 30 марта 2022 года, по Григорианскому календарю. Мне приснился сон о внезапном разрушении Российской Федерации Соединенными Штатами Америки. После того, как я проснулся, мне захотелось рассказать кому-нибудь сон. Именно оттуда он тоже сказал мне, что у него в марте был такой сон, о неожиданном уничтожении Российской Федерации Соединенными Штатами Америки с применением ядерного оружия с боеприпасами. Это совпадение или подтверждение? 30 марта 2022 года, по Григорианскому календарю, во сне, я увидел, что президент России Владимир Путин организовал национальный крестовый поход с русским народом. Крестовый поход был таким гигантским. Русский народ гордился. Внезапно Соединенные Штаты Америки начали внезапное нападение на Россию. Бомба взорвалась на месте национального крестового похода. Все было в огне и окровавлено. Бомба взорвалась так, как будто внутри была еще одна бомба. Огонь сжег все на своем пути. Никто не выжил на месте крестового похода. Газовые установки, заправки, российские бомбы, танки горели, взрыв продолжался сериями, можно было бы сказать, бомбы в бомбах. Это можно было себе представить. Весь мир задавал себе такой вопрос, как получилось, что великорусский народ был удивлен таким образом. Где была безопасность России? Что случилось? Как будто мы опустошили море воды, сцену было ужасно видеть. Повсюду был взрыв, взрыв, который достиг соседних с Россией стран. Люди говорили, почему Россия уснула. Игнорировали ли они опасность? Все союзники России были разочарованы и отступили в сторону Соединенных Штатов. Ни одна страна не осмеливалась больше вздрагивать под диктатом Соединенных Штатов. Уважаемый президент Путин, дорогие граждане России, я не русский, но я говорю вам то, что Бог показал мне о вас. Это послание и третье я передаю русским. Остерегаться. Совет президенту Владимиру Путину. Помните, когда президент Саддам Хусейн принял решение прекратить продажу своей нефти в долларах США, что ему нанесли американцы? Они напали на него в 2003 году и в конечном итоге убили его через повешение. Когда ливийский полковник Муаммар Каддафи убедил Африканский Союз получить денежную автономию и избавиться от нефтедолларов, что сделали американцы? Они формулировали трюки против него и устраняли его физически. И сегодня эти американцы контролируют несколько ливийских нефтяных месторождений. Иран и Венесуэла, две страны-основательницы ОПЕК, больше не хотят доллара. Вы знаете, что Америка преподала им в качестве урока. С 1971 года, когда они навязали себя миру в одностороннем порядке, отказавшись от индексации золота на своей валюте и продавали нам только бумаги. Американцы никогда бы не согласились с крахом Бреттон-Вудской международной валютной системы 1945 года, золотого стандарта, нефтедоллара, т.е. господство в мире деньгами, потому что для этого пришлось бы копать могилу американского доллара, являющегося валютой обмена или, другими словами, валютой энергоносителей. Как вы думаете, американцы будут молчать перед лицом смерти и похоронной церемонии доллара? Нет. Угадайте, что они будут делать. Они попытаются убить вас, как я говорил вам в одном из своих видео, и если они не смогут, они не будут пытаться тратить свое время, они примут решение уничтожить всю Россию. И это то, что я увидел. Когда я передаю это послание вам, президент Путин, другой человек, написал мне сегодня, 31 марта 2022 года, по Григорианскому календарю, что у него был сон относительно этой ядерной войны, которая вот-вот произойдет. Прошло несколько дней на западном телеканале, где мы программировали ваши убийства в прямом эфире. Они выложили на доску все гипотезы, необходимые для вашего физического устранения пулей или отравлением. Никогда раньше не видели. Невероятно. Так что дело это серьезное, они готовы идти до конца. Я рассказывал вам в одном из своих видео, как жители Запада пытались устранить вас. Другому человеку приснилось, что западный президент, чье имя я помню, приехал к вам домой в Россию на переговоры, он вел себя так, как будто он за мир, но, кстати, очень хитрый, он был человеком, который работал над вашим убийством в тени. Уважаемый президент Путин, очень, очень, очень осторожен. Не спите. Время больше не для веселья или засыпания. Пусть ваши глаза будут открыты, используйте разум быстро, как сказал царь Давид своему сыну Соломону перед смертью в книге «Одни царств», глава 2, стих 6. Я читаю слово Божие во всемогущем имени Господа Иисуса Христа из Назарета. Вы будете действовать в соответствии со своей мудростью, и вы не позволите его белым волосам спокойно спуститься в обитель мертвых. Это совет, который царь Давид дал своему сыну Соломону. Я думаю, что у вас есть интеллект. Будьте мудры, чтобы положить конец этой войне. Именно Россия является их заклятым врагом в мире. Так что просыпайтесь. Вы зациклились на Украине тем, что, как вы думали, они туда придут, но они прошли через вашу спину и нанесли удары по всей России. Весь мир был в полном изумлении, задаваясь вопросом, что случилось со всем этим оружием, которым обладала Россия. Президент Путин, Бог вас очень любит, поэтому он поднимает эти вопросы о вас и вашей стране, чтобы вы действовали разумно и быстро. Если вы спите, они непременно вас удивят, и будет слишком поздно. Я читаю Слово Божие во всемогущем имени Господа Иисуса Христа из Назарета. Из долгого времени я делал первые предсказания, они выходили из моих уст, и я их публиковал, внезапно я действовал, и они сбылись. Исайя 46 стих 10 Я объявляю с самого начала, что должно произойти, и задолго до того, что еще не достигнуто, я говорю, мои суждения останутся, и я выполню всю свою волю. У Бога есть слова в его устах, он произносит их, люди слушают его, прежде чем это произойдет. Один, еще до войны на Украине я сообщал вам о том, как Бог будет использовать Россию для уничтожения Франции. Многие критиковали меня, потому что у него были в то время хорошие отношения между Францией и Россией. Кто может в один прекрасный день представить себе состояние ухудшения франко-российских отношений сегодня? Даже теноры геополитики и международных отношений не могут в это поверить. Тогда вы должны знать, что это был Бог, который говорил. Два, я сказал вам, что жители Запада пытались убить вас, как они убили генерала. Иранец Сулеймани. И вот они совсем недавно ведут телевизионные дебаты о том, как убить вас, когда они убили генерала Сулеймани. Они наконец сказали, что эта гипотеза невозможна, потому что долгое время вы не выходили из дома. Они думали убить вас кем-то, близким к вашей армии, или отравить вас. Господин Путин, Бог говорит с вами, не спите, потому что они полны решимости идти к своим целям. Другие поставили голову ценой в миллион долларов. Как вы думаете, это весело? Это вовсе не вымысел, это реальность. Они удивят вас, если вы не проснетесь. Три, сегодня Бог хочет дать вам знать, что это то, что они готовят за спиной российской нации, чтобы атаковать вас атомными бомбами с кассетными боеприпасами. То есть, если они бросят атомную бомбу, бомба взорвется, будут еще другие воздействия, как будто мы только что сбросили другие бомбы, и так далее. Дорогой русский, ради любви, которую я испытываю к тебе, ты знал, что эти бомбы существуют. Если одна атомная бомба содержит сто кассетных бомб, сможет ли Россия противостоять таким бомбам? Это то, что я увидел, Бог показал мне, это было ясно и ясно. Русские уничтожены. Отнеситесь к этому посланию серьезно и предупредите президента России Владимира Путина. Я не знаю, когда это произойдет. Это произойдет внезапно. Что сделает Франция уничтоженной Россией? Только Бог знает. Кровь русских не упадет мне на голову, потому что я предупреждал вас несколько раз. Это уже запланировано, они только ищут возможность действовать и оправдывать свое уничтожение. Посмотрите, как они окружили вас всем этим оружием в странах Востока, как вы думаете, они присутствуют на Востоке, чтобы спасти Украину. Бруно Леммер сказал, мы будем вести тотальную экономическую войну против России, если бы экономическая война не сработала, знайте, дорогие русские люди, что это была бы ядерная война. Иеремия 50 стих 24 говорит нам следующее. Я читаю слово Божие во всемогущем имени Господа Иисуса Христа из Назарета. Я расставил для тебя ловушку, и ты был пойман, Вавилон. Неожиданно вы были достигнуты, схвачены, потому что вы боролись против Господа. Бог установил ловушку для Вавилона, и Вавилон попал в нее. Вот так человек тоже может установить ловушку для вас, чтобы вы упали и уничтожили вас. Это украинское дело является ловушкой, которую западники поставили для России, чтобы найти действительный способ разрушить ее веру в добро, потому что для американцев в экономическом, политическом и военном отношении они говорят, что русские борются против них. В то время Вавилон был могущественной нацией, которой все боялись, но это произошло в то время, когда Бог сказал, что Вавилон больше не будет существовать, и так оно и было. Бог всегда подсчитывает продолжительность наций, то есть, когда нация должна царствовать и когда она должна пасть. Вот где мир, господин Путин, если вы хотите действовать в соответствии с тем, что люди собираются сказать, вы будете сожалеть об этом вечно. Они приготовили для вас атомную бомбу с боеприпасами. То есть, тотальное уничтожение России. Ты предупрежден, и твоя кровь не придет на мою голову. Я не знаю вас, президент Владимир Путин, я никогда не ставил ногу в Россию или на Запад, Бог любит вас, поэтому он предупреждает вас о том, что с вами произойдет, так что будьте мудры и умны. Пусть дети Божьи молятся, чтобы Бог избавил своих детей от всех этих бедствий. Есть ли в России дети Божьи? Если это так, пусть они молятся и пусть эсминец будет удален и уничтожен. Пусть они бодрствуют. Если змея кусается из-за отсутствия очарования, для чародея нет никакой пользы. Исайя 42 стихи с 8 по 9 Я читаю Слово Божие во всемогущем имени Господа Иисуса Христа из Назарета. Я Господь, это мое имя, и я не отдам славу другому, и свою честь идолам. Вот первые вещи были достигнуты, и я объявляю вам о новых, прежде чем они пребудут, я предсказываю их. Бытие 41 стих 32 Я читаю Слово Божие во всемогущем имени Господа Иисуса Христа из Назарета. Если фараон видел сон, повторенный во второй раз, то это потому, что вещь остановлена со стороны Бога, и Бог поспешит ее осуществить. Президент Путин, это третий раз, когда Бог говорит с вами, серьезно относится к этому последнему посланию, я видел его. Вы, в чью руку попадет это послание, молитесь о мире, о России, обо всех антагонистах. Пусть тот, у кого есть уши, слышит, слышит. Божий мир со всеми вами, шалом-шалом. Субтитры создавал DimaTorzok